Все свои Вы знаете, сложно это все подсчитать Потому что тогда все валюты нужно переводить в рубли А так как у нас представлены на сегодняшний день Уже 80 стран А в фондах у нас находится еще около 50 И мы планируем их дальше экспонировать То для того, чтобы перевести каждый А тем более, ведь у коллекционной Банкноты совсем другая цена Нежели ее номинальная Ну да Это достаточно сложно оценить Хотя это распространенный вопрос Многие люди хотят знать, сколько стоит наша коллекция Ну в принципе, да Что и пограбить, что ли? Я с другой целью спрошу Ну Пока не предоставлю таких данных Я думаю, что может быть В будущем мы все-таки посчитаем Ну да, интересно, потому что Стоимость коллекции это одна цифра А стоимость вот действительно сколько всего Это если не учитывать Что это какие-то раритетные Деньги Я не знаю, у вас банкноты или копейки? У нас и банкноты, и монеты И мы продолжаем пополнять фонды То есть у нас незаконсервированная коллекция Неготовая, которая досталась по наследству И мы ее экспонировали И так вот из года в год Представляем один и тот же контент Нет, у нас идет постоянное пополнение Причем пополнение связано с той темой Которую мы хотим развивать Если мы говорим о войне То значит мы будем покупать деньги Связанные с ней Если мы говорим об эстетике Значит мы будем покупать самые красивые деньги Если это антика, то это античные деньги И так далее То есть мы идем и вширь В смысле в географию Да, и вглубь Таким образом А самое крупное достоинство Купюры, наверное Ну это Зимбабве, они чемпионы у нас У них же была самая рекордная инфляция А это триллионы Да, то есть такая есть банкнота Напомню, Зимбабве это в Африке Да, Зимбабве это в Африке Кто думал, что в Австралии Кто думал, что в Австралии, да Да, и когда это случилось, старики и дети Ходили мыть золото Потому что с каждым днем Есть у нас презентация Посвященная именно этой инфляции И в ней показано, как с каждым днем Деньги дешевели, дешевели Пачки становились все больше и больше денег Для того, чтобы купить буханку хлеба Нужно было чуть ли не на тележке Ну да, были фотографии в интернете Как люди действительно тащат там огромные Да, до них лидерами были венгры Там заметали деньги прямо на улице Но зимбабвийцы их переплюнули Ну что, у нас тоже такое было Тоже вспомните, там огромные суммы были Миллионы Миллионы были, миллионы были Триллионов, конечно, не было А банкноты не было миллионов у нас Ну банкноты, миллионы нигде нету Есть, есть Миллионы, там сто миллионов Сколько спички стоят? Три триллиона Дешево Три триллиона Давайте напомним, где музей денег находится Как к вам попасть? Музей денег находится на Ленинградском шоссе Дом 59 Это здание МРП, мы по-прежнему в нем Хотя давно задачились поиском большего помещения Ну и в предыдущий год, кстати, мы ставили это в задачи К сожалению, пока не увенчались успехом наши поиски Ну денег мало, это понятно Музей денег мало На самом деле, несмотря на то, что мы музей денег Мы все-таки музей Учреждение культурное Ну у вас это легко решается, вынул Пару коллег, продал Нет, все-таки аренда это очень дорого Конечно, да Да, поэтому мы пока находимся в здании Московского речного пароходства Я думаю, что эта экспозиция так и будет Даже несмотря на то, если Очень хорошее место Можно на корабли посмотреть Сразу два дела убить Можно, кстати Корабли еще в музей денег зайти Да, и как показала практика 2013 года В принципе, людей это не пугает Если людям интересен контент Они приезжают Это раньше только все в центры ездили А сейчас по окраинам людей-то больше Вы заметите, детей Больше по окраинам В центре детей вообще нет Их нет В кафе вообще нет детей То, что там гулять негде Панковаться негде Да, да там все офисные Остались те, кто в 1812 году родился Да, да, да А Ночь искусств нам еще это подтвердило Потому что в Ночь искусств Вместо ожидаемых У нас было 4 сеанса экскурсионных И мы поставили лимит 30 человек на экскурсию Ну, потому что у нас небольшое пространство А в итоге Вместо ожидаемых 120 человек К нам пришли 250 где-то Причем люди просто Конечно, нет Но это хороший район, личный вокзал Там много очень людей живет Поэтому У нас появилась еще дополнительная площадка Небольшая В саду Эрмитаж Это вот центр-центр Для тех, кто хочет в центре Там, да Там находится первая детская медиалаборатория И на их территории У нас мини-экспозиция Мы проводили там мастер-классы для детей У нас был договор на месяц Департамент образования И школьники приезжали к нам Три раза в неделю туда Младшие А средние классы и старшие Приезжали к нам на Ленинградское шоссе Собственно, мы вот так говорим О планах на 2014 год Мы планируем продолжать эту практику Готовить интересное образование Образовательные продукты Для детей разных возрастов Мы поделили на три категории Это от 6 до 12 лет От 13 до 16 И дальше И дальше, да В какие дни вы работаете? Мы работаем в будние дни А в выходные по договоренности То есть если люди нам звонят И бронируют экскурсию То мы можем в субботу и воскресенье В 18-19 часов Так же и в будний день Стандартный режим работы у нас С 9.30 до 18 Если позже люди хотят То по звонку Нужно бронировать экскурсию И после работы Тоже можно прийти Кто может с 10 до 6 пенсионера И дети В том-то и дело До школьного возраста Ну и школьного могут экскурсии прийти Я тоже считаю, что в принципе Удобное время для посещения Это после 18 И выходные дни Да, да, конечно Ну вот в 14-м году Мы это время заполним У вас в 13-м проходили Разные мероприятия И сейчас вообще в музеях Такая тенденция Делать не просто экспозицию А какие-то интересные ходы Коммуникации Коммуникации Да, ну интерактивные Музей Это все-таки Коммуникационная площадка И музей должен быть актуален Если он хочет быть интересным И несмотря на то, что основная цель Это популяризация истории В нашем случае Это история денежного обращения Но для того, чтобы быть Действительно интересными Нужно отвечать на вопросы Актуальные Ну да И кроме того, что мы показываем Что было И рассказываем об этом Также мы хотим Быть интересными Отвечать на вопросы Людей Детей Да И взрослых О финансовой грамотности Потому что это В общем-то Основная идея В нашей концепции Популяризация продуктов Связанных с финансовой грамотностью Популяризация истории Денежного обращения И мы проводили Опросы В течение 14-го года В течение 14-го года Да В течение 14-го мы продолжим Все-таки, я думаю Мы осуществим Мое давнее желание Даже, может быть Это такая Небольшая мечта Просить С камерой Людей на улице Вот прям Очень хочется выяснить Такое Обоснованное Мнение Что же все-таки Такое представление людей Деньги Вот деньги это Да А дети же у вас писали Дети писали Вот я принесла Даже со мной результаты Интересно Что же пишут Да Я зачитаю Некоторые из них Потому что Тут у меня около А написано Сколько лет детям Дети какого возраста отвечали Вы знаете Потому что одно дело в 5 А другое дело в 13 Здесь выбор Как где-то от 6 до 12 лет Ну большой разброс Но тем не менее Что современные дети говорят Ну вот например Ребенок пишет Деньги это плохо Не было бы денег Не было бы проблем Но я люблю проблемы Поэтому хочу много денег Логично Или я люблю деньги Поэтому хочу много проблем Да Желаю чтобы у меня было много денег И хочу быть красивым Добрым здоровым пиратом Лёня Это видно Про сомалийских пиратов Ну это же Очень популярная тема У детей Мы тоже хотим Сделать выставку На пираты Которые наворовали Сокровища Пиратские деньги Да Хотя Они не выпускали своих денег Пользовались тем Что было В каких областях Разбойничали Разбойничали Да Да Где разбойничали Теми пользовались На этом они и пираты Конечно Профессия такая Кто на что учился Но детям вот нравится Видите Они как-то Когда романтизировали Этот образ Слушайте Ну дети современные Даже вот я тут Разговаривала С 12-летним парнем Пыталась у него спросить Сколько что стоит Вот скажи Сколько твоя семья В месяц тратит И на что Вот сколько что стоит Вообще 12 лет человек Нет Нет Ничего не знает Сколько на еду тратит Ну тысячи две Я говорю А сколько вот На что семья тратит Деньги Вот твои родители Ну а что на еду И коммунальная Ну так это удивительно Я говорю Ну здрасте А дальше Я говорю А вот одевать тебя Сколько что стоит Я говорю Ну вот куртка Ну тысячи две Я говорю А ты целый год будешь В одной куртке ходить Ну занижена Да Я тоже обращала внимание Не знаю Они только знают Сколько стоят автомобили И телефоны Не знают Вот Вот это они знают Сколько стоят Автомобили и телефоны Да Как будто весь мир Крутится вокруг этого Да Почему родители не говорят 12 лет человеку Вы знаете Я думаю Просто не передает Может быть этому значение Может быть он как-то сам научится Но я считаю Что любые знания Это неправильно О финансовой грамотности Они должны быть прикладными Как только научился считать Надо уже обучать Сколько что стоят Чтобы он не клянчем в магазине Конечно Они должны быть прикладными Знания должны быть прикладными Чтобы ребенок Или взрослый У меня детям 6-9 лет И они считают деньги Ну у вас понятно Ваши дети Было бы странно Но мне же интересно Конечно Потому что когда В обществе существует мнение О том Что дети вообще мало что понимают Ну в принципе Есть такой подход Да что они понимают Они еще маленькие Я-то вижу по своим Что не очень много понимают Да Мы вчера ходили на рынок У меня ребенок там Мечтал об автомате А я говорю Ну если ты мечтаешь об автомате Копи значит Ага Хорошо А как мне копить Ну давайте буду в выходной Давайте там 100 рублей Ага Он четко отслеживает Выходной день Мама сегодня выходной Выходной 100 рублей Накопил 500 рублей Так Мы значит пришли Автомат 3200 Нет Тихо Так Ну мы ходили По хозяйственным делам Да А тут он видит Те автомат продает Он говорит А сколько стоит она 500 О у меня как раз 500 Да я за свой счет куплю Продавец на него так удивленно Посмотрел И говорит У тебя счет есть Слушай какой ты завидный жених Ну ребенок счастлив Я в общем тоже довольна Нет Ну правильно У ребенка учатся копить Это хорошо Они транжирят Ведь некоторые дети Они же У него есть там маленькая цель Другие наоборот режимистые Нет Я тебе отложу А пусть мама лучше все равно Она обещала Она сама купит Да Но дети же Они же очень Они профессора В смысле поиграть на эмоции Да Они четко знают Манипулировать Они уже прямо с рождения Так еще что дети пишут Еще например пишут Вот к слову о технике Да Вот из там В этой распечатке У меня 190 ответов Ого Да Из этих 190 ответов А там еще был такой вопрос Значит напишите Что такое деньги И ваше денежное желание Ага Хочу айпад Так А это где-то Ответов 20 наверное Ага Среди 190 То есть не все хотят Не все хотят А у остальных просто Не все Конечно Уже есть у остальных Не все хотят Потом очень разные суммы Дети хотят Например один ребенок Хочет 3 миллиона В ближайшие 2 месяца Зачем он Неклохо было бы Да 3 миллиона Некоторые хотят 20 миллионов А вот ребенок написал Я хочу чтобы у меня выросли Все зубы Без зубы что ли Ну я думаю Да они меняются Ну у детей А можно попали Выпалите Детские зубы Сейчас я вот еще один зачитаю Он мне очень понравился Деньги нужны чтобы купить билет И путешествовать по дороге к счастью О Это видимо у родителей Нет денег на то чтобы путешествовать На дорогу к счастью Ну это вообще мечта всех взрослых Деньги на путешествия Потому что именно на это Нам денег не хватает А вот смотрите Как получается Не все дети связывают То есть что такое деньги Все как я вижу по ответам Поняли Деньги это там дорого Деньги это свобода Деньги это счастье А не все поняли Что желание должно быть денежным Или не у всех связано желание с деньгами Это как-то так Потому что смотрите Деньги это дорого Хочу быть волшебницей Ну Соответственно Накладывать себе Хочу быть усталка Там еще есть Да Деньги это свобода Хочу изобилия в жизни Изобилия Любви Счастья Здоровья Спасибо Хочу телевизор Деньги это возможности Господи телевизор Сейчас по-моему в каждом доме По три штуки Телевизор Да Я хочу три Что миллиона Да Рублей в ближайшие два месяца Это наверное Зачем интересно Ну не знаю Может в семье Он просто не знает Что такое триллион Конечно Ему что триллион Что миллион Одно и то же Да 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 Возможность посмотреть Мир Деньги это бессмертие Счастье Любовь И исполнение желаний Слушайте Давайте попросим наших Давайте А потом вам отдадим Музей денег Давайте Зачитаем в эфире Друзья Если вы сейчас Я знаю что вы сейчас нас слушаете В смысле Если у вас есть дети Если вдруг кто-нибудь нас слушает Если вдруг кто-нибудь Если вдруг кто знает Что такое деньги Друзья Если у вас в доме есть ребенок От ноль Ну от ноля еще не умеете сколько, ну, в четыре, в пять лет уже понимают, в пять понимают, что такое деньги. От пяти до восемнадцати, если у вас есть дети, пусть вас не затруднит, пусть напишут на листочке, пришлите к нам на радиостанцию, говорит, Москва, улица Правда, дом 24, строение 2, город Москва, разумеется. Пришлите, мы потом отдадим эти послания Евгении Щербаковой Королёвой, директору музея денег. А мы опубликуем, да, опубликуем, возможно, сделаем выставку потом в будущем. Интересно, интересно, что... Вот это хочется развивать, хочется, чтобы была обратная связь с потребителем образовательного. А что вы собираетесь делать в результате? Вот есть эта обратная связь, но вот эти федевры... Куда? Так можно лет через пять, представляете, вот ребёнок в шесть написал, можно каждый год под Новый год ребёнка просить, что такое деньги. И отслеживать, как меняется его отношение к деньгам. Это же вообще потрясающе, представляете, вот они в четырнадцатом напишут, потом в пятнадцатом. И родители каждый год будут видеть, как растёт их ребёнок. Ну, как вы это сделаете? Ну, вот да, вот кроме того, что мы отслеживаем некую динамику, да, как меняется представление. Это, с одной стороны, исследование, но кроме этого, у нас есть научный отдел, в рамках которого мы хотим готовить, и, в общем-то, уже давно об этом думаем, и что-то уже сделано на эту тему. Образовательные продукты, связанные именно с финансовой грамотностью, такие понятные и востребованные. Важно, чтобы они были востребованные, чтобы не было так, что теория – это теория, моя жизнь – это моя жизнь. Нет, вот берём эту теорию и в прикладном, и в прикладной используем. Потому что вот что интересно, смотрите, если рассуждать философски, у нас богатая страна, у нас много людей, у нас много ресурсов, люди могут много зарабатывать, а у нас нищая страна. У нас там 10 человек-миллиардеров, ещё 100 миллионеров, остальные нищие. Почему? Потому что они на самом деле не знают, сколько денег они хотят зарабатывать. Вот в чём проблема. Они рады вот этим 15 тысячам, и всё. А если им скажут, вот ты будешь 60, он бедный растеряется, а что делать с этими деньгами вообще, что делать? Пропить только может. А что сделать найдётся, конечно, но существует, конечно. Есть же такие примеры, когда люди выигрывали огромные суммы, и очень быстро их тратили, ещё в долгах оставались. Да, да. Это всё-таки психология мышления. Это психология нищенства. А наша страна, вот именно у нас психология нищенства. Это веками просто идёт. Ну, это не только у нас. Да, это во многих странах. В ЗИБАП, в СИБАП. Маша проблема. Да, даже вот по инфляциям. Но ведь даже если разобраться по сути, да, в инфляциях, почему это происходит. Например, когда в России появились первые бумажные деньги в 1769 году, вот недавно был юбилей, 245 лет, 9 января, то поставили лимит. Вот есть меди на миллион, значит, выпускаем бумажных денег на миллион. Вроде бы всё логично, да, они обеспечены должны быть. Это был 1769 год, и манифест был объявлен. Это при Екатерине II. При Екатерине II, да. А где-то через 30 лет ассигнационный банк закрылся, и эмиссия составила на тот момент около 800 миллионов. 800 миллионов, да. А начали с одного миллиона. И договорились, что всё, вот миллион и всё, да. Нормально. То же самое было в Швеции. Швеция была первой, выпустившей бумажные деньги. Тоже был установлен лимит, и вышли из этого лимита. Вот как-то нет ощущения рамок, да, в которых нужно быть. Вроде бы теоретически они есть, практически сложно их соблюдать. То же самое у человека в бюджете, в семейном. Это и в частном, да, и в общем. Да, и в размер государства. И в общем, вот что это? Это отсутствие какой-то культуры отношений с деньгами, или что? Где корень? Хочется его найти, да? Это с детства люди не знают, что такое деньги. Как им распоряжаться, как их зарабатывать, конечно. И почему многие в растаянии умеют зарабатывать? Потому что семья, папа, мама не умели зарабатывать деньги. Вот и всё. Детское мышление. Детское мышление. И наоборот бывает часто, когда напротив родители много зарабатывают, и ребёнок, ну как говорится, да, золотая молодёжь на всём. Он уже не хочет зарабатывать. Вот он, то же самое, москвичи и провинциалы, которые одни работают, а другие в некоторой неадаптации и прострации прибывают. Вот просто потому, что у них всё есть и нету какого-то стимула. А вот надо всем сходить в музей денег и своё мышление чуть-чуть перестроить. Ну, познакомься, да, в музей денег можно прийти и просто посмотреть. Евгения, а вы как? Вы финансист вообще по образованию? Как так сложилось то, что вы... Я не финансист по образованию, я социолог по образованию. А, ну это близко. По первому образованию социолог. Сейчас заканчиваю второе. В марте у меня защита диплома. Тема «Современные подходы в организации частных музеев». Это магистратура МГУ, высшая школа культурной политики. Это уже культурное будет образование. Да, это культурное образование. Ну и напрямую связанное с вашей деятельностью. Ну, в общем, да, я и пошла учиться, когда стала заниматься музеем денег. Музеем денег я уже занимаюсь четвёртый год. Лучше и организация музея, чем сами деньги интересуют, получается, тема денег. Ну, вот тут одно с другим связано. Когда чем-то занимаешься, ведь интересно идти вглубь. Конечно. Кроме того, что я строю структуру как менеджер, как организатор, я и саму тему денег тоже исследую. И даже непонятно, что было раньше. Насколько я помню, я всё-таки перед тем, как появился проект, заинтересовалась именно темой денег, потому что меня тоже не учили, как с ними обращаться. И я в своей жизни наблюдала, что они то приходят, то уходят. То есть нет, то есть много. А жизнь сейчас это делается. Жизнь ваша финансовая изменилась как-то? Когда вы стала заниматься деньгами? Я стала более организованной. Не могу сказать, что я осталась, что жрёмся разбогателой. Но я стала организованной. Я отслеживаю свои доходы, расходы, планирую. Но раньше я этого не делала. Слушайте, а самая маленькая денежка, какая у вас есть, вот размером с копейку нашу или меньше есть? Есть же чешуйка. Чешуйки, так называемые. Рыба? Рыба на Руси. Нет, они так называются чешуйки. Они так называются чешуйки, потому что они похожи внешне на них. Ведь на Руси очень долго не было своей монеты. А это отечественные деньги? Да, да, это отечественные деньги. А чья чешуйка? Они примерно с ноготь-мизинца. То есть меньше копейки нашей? Меньше, гораздо. С ноготь-мизинца. Их носили за щекой. Ой. А из чего делали? Серебро. Серебро. Серебряная чешуйка, да? Да, да. И причем их выпускали разные княжества, их очень много разновидностей. А какого века у вас есть самое там ранее? Ну, наверное, 12-го. 12-й век. Ну, где-то так. Обалдеть, слушайте. Как интересно. У вас это есть в музее монеты 12-го века? Ой, у нас есть античная сова. Ну, это понятно, античная. Это 6-й век до нашей эры. Это сумели сохранить, да. Их очень много было. Они выпускались 200 лет. А это старейшая русская монета, чешуйка, да? Ну, это же не русская монета. Ну, как же? Ну, которая у нас-то ходила на Руси или где? На Руси ходили очень разные деньги. Потому что княжников было много. Пока Иван Третий не объединил, конечно. Да. Очень много разных ходил денег. Параллельно и единая система уже появилась, ну, когда же она у нас? В веке 15-м, наверное. Ну, при Грозном уже 16-й, да. Ну, когда уже 16-й образовалось, это понятно. А вот самое древнее? Самое древнее наше именно. Считается, что первая монета, которая была выпущена, но она всё-таки носила представительскую функцию. Это при Владимире, Красном Солнышке. Были выпущены сребреники и златники. Она в том числе несла на себе идеологическую нагрузку, что, мол, вот у нас есть наша государственная монета. Но они практически не были в обращении. Здесь вот как раз история с локальными деньгами и с деньгами государства. Ну, просто долгое время на Руси не деньгами. Да. Обмены на друг продукт. Вот как удобно, да. Ты мне шубу, я тебе коня. Вот и всё. Вот что деньгами служило. А как вот сегодня и молодые люди тоже часто задают этот вопрос, задумываются и у вас, я в списке вижу. Вот то, что деньги, например, пишут дети, то, на что меняют вещи. А зачем появились деньги? Ведь можно было так замечательно и здорово жить, да? Вот ты мне корову, я тебе платье. Андрей, да, это, кстати, хороший вопрос, которым тоже многие задаются. Я даже знаю некоторых людей, которые обходятся без денег. Да, есть такие. Это молодёжь такая, да. Обходятся без денег. Ну, пытаются, пытаются обходиться. Ну, за родителей ещё. Это же не как обычно. Мы же понимаем, да, что если человеку не нужны деньги, значит, его кто-то содержит. Конечно. Там частично или полностью. Ну, так. Мы, кстати, на эту тему хотим провести большую выставку с названием «Эквивалентность». Наверное, в 14-м мы уже не успеем, она намечена у нас на 15-м, поскольку она очень масштабная. И мы хотим рассмотреть эту тему с разных-разных сторон. Уже нам подтвердили в своей участии эксперт-психолог Татьяна Мужицкая и эксперт-экономист Валерий Нюшин. И с разных-разных сторон. Почему люди становятся фальшивомонетчиками? Ну, это понятно, как раз почему люди становятся. Ну, там, кстати, не на поверхности отвертый же. Да, да, да. С психологической точки зрения, да? И с психологической, и с фактической. То есть это выставка, которая будет построена на фактах. То есть факты. Это действительно было в истории так. инфляции, там, убийства, ограбления. Вот, кстати, да, я хотела спросить, ведь у денег есть вся оборотная сторона. Есть, 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 есть тёмная. У нас так и будет построено. Но мы не будем это отображать в экспозиции прям чёрным и белым, да? И нейтральным, например. Ну, просто простроим в виде лабиринта пространство внутри, из которых можно будет переходить. И человек уже сам будет определять, да, видя... Что такое деньги, да? Видя эту фактическую информацию и видя картины, поскольку это всё будет ещё визуализироваться... С помощью современных художников будет объявлен конкурс. Этим у нас занимается Екатерина Сисфонтес из Швеции, художница, вот такая художественная часть на ней. Ну и концепция наша совместная, моя и Екатерина. Вот, и, то есть человек будет получать информацию и через факты, и через визуализацию, и через интерактив благодаря психологу. Потому что какие-то, например, там, препятствия. Почему ко мне деньги не переходят? Да. Сдаёт человек? Да, да. Ведь препятствия-то в самом человеке. Конечно, многие же думают такие вот... Ну, это не очень понятно. Какой-то гнев богов, вот я мало зарабатываю. Некоторые же так думают, да. Там пишут в интернете, почему я такая дура? Гнев богов. Почему я мало зарабатываю? Да, да, да. А если вернуться вот к вашему вопросу, почему же они всё-таки возникли, если считать, что возникновение денег — это как раз чеканка монет, да? Ну, потому что до этого был обмен, до этого было взвешивание... Нет, но всё равно что-то. Вот в Месопотамии, в Египте ещё в 24 веке до нашей эры, то есть два с половиной тысячелетия назад, уже взвешивали металлы, золото и серебро. И, в принципе, им этого было достаточно, да? Да, но в какой-то момент стало понятно, что это уже неудобно, что нужна какая-то металла. Это гора, тяжело, да. Да, ну вот, опять же, в прикладном смысле неудобно. Это огромные весы, там, нужно взвешивать, что можно придумать нечто, что будет иметь стандартный вес, и на нём будет клеймо, что кто-то гарантирует качество этого металла. Ну, додумались же, а? Додумались. Это же надо Нобелевскую премию по Месопотамским временам. Ну, это был уже седьмой век до нашей эры, представляете? То есть 24-й, это седьмой, 17 веков. Сколько веков люди думали? Они дадут. Суть просто вопроса в том, что почему вообще в принципе ушли от натурального... Внешне. Они ушли, от натурального обмена не ушли по сей день. Да. Он до сих пор есть. Конечно. Локальные деньги есть до сих пор, локальные. В некоторых странах, да. Вот как мы договорились, например, на территории, как у вас, Центр объединённых СМИ называется, вы можете придумать свои деньги, ими обмениваться. На территории. А зачем? Ну, вот некоторым это кажется удобным. Конечно. На сегодняшний день более 5000 таких денег существует. Внутри какой-то корпорации. Внутри города, внутри посёлка. Ну, можно внутри семьи, чтобы учить детей. Либо, опять же, вот у меня, например, есть друзья-пчеловоды, они живут в Володимирской области. Они медом обмениваются. Они вообще редко эти деньги используют. Конечно. Они у них в банке в такой стеклянной на кухне стоят. Что же они всё за мёд? Они кого-то мёд, а им привозят к обасу, да? У них фермерское хозяйство своё. Вот это мечта. Многие, да. Восемь гектаров земли, которая делала им государство, кстати. Восемь гектаров. Они живут на таком отшибе, что им доехать... Да, да. И они всем обходятся. У них там эти козы, козье молоко. Слушайте, их нельзя к нам в эфир позвать? Можно. Давайте позовём. Мёда захотела? Да. Ну, я, конечно, у Владимирской области надо спросить, когда они смогут приехать. Я сообщу. Так недалеко у Владимирской области, подумаешь вообще, сколько километров? Двести, меньше. Ну, да, недалеко. Ну, это не так далеко, Владимир, это не так далеко. Всё, рассматриваю список, какие... А, вот «Мечтаю стать игроком». Мечтаю стать игроком. Мечтаю стать игроком. Ну, нормально, чтобы деньги выигрывать. Вот ещё одна... Один поворот, связанный с финансовой темой. Многие же не хотят работать, а хотят денег сразу выиграть. Не, ну хорошо бы, но просто не факт, что ты выиграешь. Но они же надеются, что выиграют, у них же мозги переклинины. То же самое у фальшимовомонетчиков, которые... О, я красиво рисую, сейчас-ка я как красиво нарисую, и всё, я разбогатею. У них же наивный просто подход к жизни. Это из-за чего? Из-за того, что они научили работать. Вот и всё. Да, 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 есть такой опыт. Я была в фондах музея МВД и просматривала дела, вот как раз связанные с фальшимомонетничеством. Так даже вот сложно догадаться, что люди могут такое придумать. Конечно. Даже из... Вот на бутылке раньше были крышечки такие, из металла, да? Вот из них делали монеты. Как-то выдавливали. И самое удивительное, что где-то это принимали. Ну от руки рисовали, это понятно, да? Нормально. Прямо вот идеально там вырисовывают. А кто у нас основные живут? Бабушки? В джентльменах удачи. А вот мой, однокурсник. Три рубля, да, Кристо? Не отличит. Ну да. Был период ещё в 90-е, часто ходили фальшивые эти... 100 долларов, там, 50 долларов. Ну потому что ещё тогда не сильно знали, как выглядят эти 100 долларов. Не все знали. А ещё были в обменах валюты какие-то там, как их назвать, кидалы или кто-то, кто вот так вот сворачивали... Да, да, да. Эти купюры ты там даёшь 100, а обратно тебя возвращает... Доллар. Доллар, да. Ну вот такой обмен. Да, умельцы такие, умельцы. Да, да, да. Самый ранний возраст детей, которых можно к вам привезти в музей, сколько лет? Ну, судя по моим детям, наверное, всё-таки лет 8-7, 7-8. То есть вот начинаем со школьного возраста. Плачу моему ещё. До школы не понимают ещё. А вот если на мастер-класс рисуем нумизматическую азбуку, которую мы проводили в Эрмитаже и планируем проводить в этом году тоже, то можно с 6 лет. А ещё что я подумала. Я тут видела у знакомого ребёнка целую кассу, и деньги нарисованы, и там даже пластиковая карта, которая проводится. Мы-то в детстве, вспомните, вот вспомните своё детство, мы рисовали на кленовых листьях деньги. У нас там лопухи были. Бумажки. Бумажки. Даже монополии у нас были нарисованы. А у детей сегодняшних уже всё сделано. Неинтересно им жить. У них детство неинтересное. Нет, ну так тоже нельзя рассуждать. У них не фантазийно, им всё купили. Ну не знаю, ну скучно. Мы же сами выдумывали. Это как с днями рождения тоже. Аниматоры. Дети уже привыкли, что вот у моего одноклассника аниматоры, значит, маму им не позови аниматора. Да, да. В основном. Они сами не умеют придумать что-то. Фантазия не работает. А я говорю, слушайте, дети, вы же вырастите с этим же, представляете, что вас кто-то должен развлекать. Вы научите сами развлекаться. Конечно. Чтобы вам и так весело было. Ну у моих, кстати, вот пусть всё хорошо с этим. Они умеют развлекаться. Ну, в принципе, тенденция такая и есть. Есть. Есть тенденция. Да, да, да. Вот принято мне представление. Но с другой стороны, тоже ведь от того, что была какая-то, допустим, в моём детстве мебель для куклы, можно было бы так сказать, ай, там вот мы делали из спичек стулья, а вот у этой был настоящий готовый стул. Ай-яй-яй. Ну, я не знаю, это же был такой восторг. Ну, так, конечно, в том количестве, которое у нас было, игрушек, конечно, это был восторг. Конечно. Тем более всё одинаковое. Ну да, но это дорогого стоило внутренне, конечно. А сейчас уже другая крайность, когда обесценивается всё, обесценивается, потому что всего много. Вообще вот я всё любуюсь списком, которые написали дети, отвечая на вопрос, что такое деньги, деньги это и денежное желание, которое наши гости. Директор музея денег принесла и собрала, да. Вообще-то для исследования получилось, хороший материал получился. Да, диссертацию можно написать. Можно, да. Вот смотрите, что я... Насчёт частных музеев написать, а потом заняться. Конечно. Тоже третье образование, да. Обратила внимание здесь на вот такую тенденцию, очень полярно, как чёрная и белая половина, наверное, большая половина, всё-таки пишет, что деньги это всё. Деньги это... Ничто. Деньги это любовь. То есть, ну, деньги, понятно, что имеют огромнейшее значение и меняют жизнь в положительную сторону. Деньги там это радость. А другая половина, но меньшая, утверждает, что деньги это зло. Советское наследие. Вот смотрите, номер 187 идеально. Деньги это радость для зла. Вот так вот. Такая формулировка художественная. Взрослые пишут чаще, что деньги это зло. Так вот, деньги-то это зло или радость? Или радость на это зло? А это и то и другое, смотря... Это как любовь. Конечно. Вот, кстати, я бы сравнила по сложности понятия деньги с любовью, потому что любовь тут... Очень сложно дать определение любви. У всех оно разное. У всех разное. Для кого-то это действительно страдание. Вот если я не страдаю, значит не люблю. Бьет, значит любит. Ну или что-то вот из этой серии. А для кого-то это возможность отдавать. Это вдохновение, поэзия. А некоторые вообще не знают, что такое любовь. Некоторые вообще не понимают. Для некоторых борщ. Да. Да, да. Не готовишь вкусно, значит ты меня любишь. То есть очень много определений. Это очень сложное понятие. И деньги тоже очень сложное понятие. Да, да, да. И человек сам решает. Осталась минута буквально. Давайте напомним, где вы находитесь. Так, музей денег. С понедельника по пятницу вы работаете. С половины десятого до шести. Но по предварительной заявке можете позже или в выходные принять. Да. Адрес? Ленинградское шоссе, дом 59. Телефон для связи 499-652-9456. То есть можно и на выходные заказать на любое время? Можно, да. Можно, можно заказать экскурсию. Да, стоимость входного билета 150 рублей. Стоимость экскурсии 1500 на 10 человек. Ну, до 10 человек. А далее плюс 150 рублей за каждую встречу. И лучше детей из школьного возраста уже вести. Да. Им более понятно будет. Им будет это проще воспринять, да. Если кто-то хочет притащить вам деньги, подарить, примите? Примем, мы оформим акт приема, дарения. То есть человек какую-то бумагу получит, что он даритель. Да, что он даритель. Ну что, приятно. Спасибо Евгения Щербакова-Королева, директора музея денег, была у нас сегодня в гостях. Ну что, друзья, копите деньги и отправляйтесь в музей денег. Спасибо, Евгения. Спасибо. Все свои.